Доброе утро, уважаемые друзья! Мы продолжаем рубрика «Званый гость», как я вам и обещала. Сегодня у нас в гостях мы встречаем гостю Базар Куль Арстан, руководитель Кустанайского филиала Республиканского общественного объединения родителей Синамен Булашак. Доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Хорошее настроение. Как ощущается вам подготовка к Дню Знаний? У вас есть какая-то подготовка? Дети, внуки? Готовитесь? Как я. Да, как вы. Как я, да. У меня сын пойдет в 11 класс. Ох, как здорово! Выпускник, да? Да. Но сегодня мы вот говорим о вашем объединении Синамен Булашак. Расскажите, пожалуйста, что это за объединение, чем оно занимается? Республиканское общественное объединение родителей Синамен Булашак. Наша основная миссия – это формирование культуры осознанного родительства в казахстанском обществе, повышение ответственности родителя в деле воспитания ребенка и повышение психологических и педагогических знаний и навыков родителей Казахстана. Так, очень хорошее такое дело. То есть миссия какая? Сделать родителей более осознанными, я так понимаю? Да. Ну, давайте сегодня поговорим о том, что вот, кстати, в последнее время что-то очень много, да, новостей, не очень хороших про детей, что там кто-то пропал, кто-то там еще что-то происходит. Вот расскажите, пожалуйста, какая вообще задача, осознанность в чем вызвать у родителей? К чему призываете? Мы вот как раз призываем к ответственности родителя к ответственности. В чем она выражается? В чем она выражается? Контакт с ребенком, внимание к ребенку, проведение с ребенком времени не просто, а качественное проведение. Да, то есть не физическое присутствие, а более глубокое. Возможно физическое присутствие, возможно психологическое присутствие, но чтобы контакт с ребенком был на высоком качестве. То есть родитель внимательный, родитель прислушивается, родитель замечает какие-то отдельные оттенки настроения ребенка, что-то происходит. Вы очень правильный вопрос, Юля, задали, потому что мы провели недавно марафон по всей стране, который называется «Никтепке да эндек» – подготовка к школе. Так. Провели в разного формата, в виде круглых столов, в виде семинаров, тренингов, в виде других активностей. Это было на базе, ну вот Кустанайский филиал проводил на базе Дружбинской общеобразовательной школы, где были спикеры. И одна из тем была как раз о культуре безопасности от дома к школе. Вот. И буквально вчера у нас был на нашей странице Сен-Имин Кустанай прямой эфир с уполномоченным по делам, по правам ребенка по Кустанайской области Несибирды Зарьеванна Басенова. Так. Вчера мы тоже говорили о безопасности ребенка, о том, что нет чужих детей. Вот. Это как раз еще про неравнодушие, чтобы человек не прошел мимо. У нас, правда, очень грустная статистика, связанная с детьми, с какими-то насильственными действиями в сторону детей, бытовое насилие, насилие, которое носит такой сексуализированный характер. К сожалению, вот резонансное дело, которое было у нас не так давно, в юле месяце, вы помните. Вот. И как раз об этом было важно поговорить. У нас в школе был спикер, который говорил на эту тему. Ну, и тема по подготовке к школе, там мы затрагивали тему здоровья, питания, сон, экранное время. Так. Затрагивали тему эмоционального интеллекта. Очень важно сегодня родителю владеть, чтобы научить ребенка. Очень важно родителю понимать, какие чувства, какие эмоции он проживает. Да. И, да, и тем самым обучать ребенка. А как вот это понимать? Вот сейчас возьмем подростков, да? Ведь они все гиперэмоциональны. Кто-то, наоборот, уходит в тишину. У кого какие-то там переживания. И не все же дети допускают родителя вот в эту зону свою, чтобы рассказать, выяснить. Как это правильно вот сделать? Вы знаете, это же выстраивается, ну, по мере взросления. Да, да, да. Конечно, вот сегодня сказать, нужно сделать там раз, два, три алгоритм действия. Это очень индивидуально. Ну, что может родитель, даже и тот, который выстроил такие отношения, что с ребенком, он, ребенок делится со всем. И родитель, который, например, в силу каких-то обстоятельств не выстроил. Потому что, ну, бывают разные случаи, не знаю, мама переживала развод или потерю. И в момент, когда это было важно ребенку, у него не получилось с ним выстроить эти отношения. Как же делать? Вот смотрите. Здесь очень важно, вот про эмоциональный интеллект. Если родитель замечает эмоции, чувства, распознает их и понимает, он может говорить с ребенком от своего имени, вынося на контакт с ребенком свои чувства и переживания. Например, то, что вы говорите, ребенок ушел в тишину. Ну, если это что-то, ну, если характерология такая ребенка, что он чаще в тишине, то это нормально. Если, например, он чаще в тишине и вдруг стал очень активным, чересчур, да, таким возбужденным или прям вот громким, это как раз сигнал. Ну, что-то произошло. Что может родитель? Вы как, Юля, как мама. Ну, я как мама всегда пытаюсь разговаривать с ребенком, но в силу характера же тоже у детей всех разных. И вот ребенок закрыт, не хочет говорить об этом. Ну, тогда я как мама могу говорить, я заметила, что ты изменил свое поведение. И я начинаю переживать. Готов ты со мной делиться или нет? Ну, готов, если я буду рада. Если нет, пожалуйста, скажи мне только, ну, есть повод, да, переживать? Или все-таки это что-то твое, ну, о чем ты не хочешь делиться, но что ты с этим справляешься? Это для мамы, которая не выстроила. Которая выстроила, она может по-простому сказать. Ну, что-то случилось там. Ну, в принципе, похожий диалог. Похожий диалог. То есть это я сообщение про мои чувства. Про меня. Не ты меня заставляешь переживать. Эту формулу я знаю, да. Сначала говорим «я», потом озвучиваем чувства свои. Да. Да, да. Вот чувства, к сожалению, родитель сегодня, ну, не каждый. Конечно, я не скажу, что все не знают или все знают. Хотелось бы, чтобы вот эмоциональный интеллект развивался. Потому что он нам сообщает. Я ведь, помните про интуицию, да? Вот это же не просто так. То есть я, находясь в поле ребенка или ребенок в моем поле, я все равно замечаю вот эти вот, ну, скажем так, какие-то волнообразные. Я захожу, и если что-то, я же начинаю настораживаться. От ребенка, в смысле, импульсы какие-то, да? Да, да. Или вот, ну, я не знаю, зашла в квартиру, и дома тишина, когда всегда там, не знаю, музыка у ребенка. Да, да, да. Я сразу автоматически, да, что-то не так. Да, да, да. Ну, если я такая переживательная мама, например, да? И когда я знаю, что я испугалась. Мы озвучиваем это, да. Да, я понимаю, что я испугалась. Это классно. Ну, а не так, что я не поняла, что со мной, у меня сразу паника накрывает. Я бегу, кричу, может быть, понимаете, да? Ну, вот, в отношении школы. Сейчас начинается школа. И еще, что немаловажно, да, все вы знаете тему буллинга, да, когда детей по-разному этому и обзывают, и дразнят. Вот на эту тему как-то вы можете еще проконсультировать родителей? Можем. Дело в том, что у нас есть в Сен-Имин Балашак проектная деятельность. Одна из наших направлений. Каждый регион проводит свой проект. Касательно здоровья, например, репродуктивного, касательно бытового насилия. И наш Кустанайский регион как раз проводит проект, который называется «Черезнание к пониманию и доверию». Это профилактика буллинга. Но проводится это, опять же, в школах? Это также вы внедряете какие-то выездные мероприятия, проводите? И опять же, с кем это ведется? С родителями? Смотрите, мы тщательно всегда исследуем, анализируем общественное поле. Выявляем проблемы, с которыми сталкивается современный родитель, сталкиваются дети, сталкиваются семьи. И уже опираясь на эти данные, мы выбираем тематики и направленность проекта. У нас в 2023 году было большое количество приглашений в школу по профилактике буллинга. Нас приглашало одно из районных отделов образования, обучения по профилактике, по буллингу. И вот опираясь на это, и взяв данные по городу Кустанаю, Центр психологической поддержки, это все суммируя, мы увидели, что у нас, к сожалению, в школах города Кустаная тема буллинга требует особого внимания. Поэтому мы запустили такой проект. Он проводится на базе как раз Дружбинской общеобразовательной школы. И этот опыт мы будем оформлять это в методическое пособие, которым сможет пользоваться как учитель, так и родитель. Доброе утро продолжается. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Базар Куль Арстан, руководитель Кустанайского филиала Республиканского общественного объединения родителей «Синамен Болышак». И сегодня мы говорим на разные темы, а самое главное – это осознанность родителей. И вот мы говорили про буллинг. Давайте продолжим эту тему. И как все-таки… У детей одно понимание, у родителей другое понимание. С кем больше надо работать? Если в ситуации буллинга, безусловно, надо работать со всеми. И с ребенком, который попал в эту ситуацию, смотрите, который попал в ситуацию жертвы, который стал агрессором, со всем классом нужно работать, нужно работать с родителями, нужно работать со школой. Давайте я вам скажу, знаете, вот этот проект родился, конечно, о буллинге надо знать. Но статистика, и вот я сказала, да, что данные цифры показали. Но когда мы начинаем изучать дела, оказывается, что там не всегда буллинг. То есть родители, к сожалению, родители не различают ситуацию буллинга с другими связанными с ней ситуациями. То есть сам буллинг, ну как бы механизм буллинга, он похож на механизм конфликта. И любую конфликтную ситуацию родитель сегодняшний чаще... Обзывает буллинг, да? Да, да, чаще он определяет как буллинг. Но есть отличия. Вот когда вы спросили, что мы можем сказать нашим слушателям, зрителям сегодня, я думаю, что это важный момент. Смотрите, буллинг, он продолжительный. Не разовый, да? Не разовый, он продолжительный. И он повторяющийся, целенаправленно, чтобы унизить человека физически, психологически, финансово и так далее. Ну да, вот когда разница, там девчонок полное там и бывает, да, или еще что-то, и вот это на протяжении там может долгого времени. И очень важный момент, что силы участников разные. То есть у жертвы сил не хватает. То есть преимущество у агрессора. И жертва переживает себя как человек, который не может дать сдачу, заступиться за себя. А есть конфликт. Вот это как раз разовая ситуация. Разовая ситуация, конечно, путем агрессии, то есть какой-то агрессии, решить разовый конфликт. И там, как правило, силы примерно, ну, плюс-минус одинаковые участники. Да, да, да. Ну, например, не поделили что-то там, да? Да. И вот, Юль, если я вас спрошу, вот не поделили что-то, полезно это или это прям не полезно для ребенка? Что не поделили что-то? Ну, например, конфликт. Вот на ваш взгляд. Ну, это опыт же всегда для ребенка. Конечно. Смотрите, как здорово вы говорите. Это опыт, и он нужен ребенку. Да. Если мы вспомним себя, мы тоже дрались, мы тоже ссорились, обижались. Там какие-то у нас были процессы. Это опыт. Что он мне дает? Он мне дает возможность отстаивать свою точку зрения. Да. Он дает мне возможность суметь встать на другую сторону, посмотреть на другой стороны. Он дает мне возможность парировать, доказывать. Да, да, да. Понимаете? Этот опыт должен ребенок пройти. И, к сожалению, когда родитель бежит и начинает заступаться, он не дает ребенку свои силы. Самостоятельно, да? Выставить границу. Да, свои силы вообще-то научиться отстаивать. Да, да, да. Научиться поссориться, не знаю, может даже подраться, да? И потом помириться, суметь простить. Вот понимаете, сколько... Ну, к сожалению, вот родитель сегодня лишает возможности такой. Чаще вот когда мы с тобой... Большинство, да, все-таки случаев. Не все же так в любом случае, да. Не все. Ну, я всегда говорю родителям, что быть родителем – это труд. Да, да, да. И на мой взгляд, самое сложное. Вот самое сложное, Юль, как вы считаете? Что самое сложное? Вот вы родители. Ну, для меня, наверное, это все время боишься какую-то ошибку допустить. Совершенно верно. Вы очень правильно говорите. Самое сложное родителю – справляться со своей тревогой. Конечно, я тогда, когда я не могу справляться, как родитель, не просто как родитель, а как взрослый взять, вот знаете, стать на позицию взрослого человека. Да, да, да. Тогда я не буду перекладывать это на ребенка, не буду перекладывать это на школу. Я как взрослый буду понимать, что мой ребенок в каждом своем возрасте должен получить именно тот опыт, который ему пригодится во взрослой жизни. Ну, мне кажется, это изначально проблемы сегодняшнего дня – это неумение брать ответственность за жизнь на себя. Если родитель не берет ответственность на себя за какие-то дела, а как он ребенка может научить? Естественно, он пытается оградить и считает, если это мой ребенок, то здесь я должен. Конечно, вот оно все и тянется из этого, правильно я понимаю? Да, ну вот то, что много идет из семьи – это да. Ну и вот вопрос. Вы проводите вот эти мероприятия для родителей. Насколько родители посещаются, насколько это доходит до оппонента? Ну, мне хочется верить, что доходит. Вот я вот сейчас с вами говорю, доходчиво я говорю, понятно, да. Ну вот, я не знаю, мне кажется, вот эта фишка наша. Ну вот наша, потому что, когда мы бываем, когда встречаемся с родителями, очень часто родители говорят, что вот вы говорите просто, понятно, простым языком. Это очень важно. Потому что родитель, конечно, должен знать азы психологии хотя бы. У нас есть тема, называется возрастные особенности ребенка. Конечно, родителю важно об этом знать. Так вот вопрос, почему это они преподают в школах? Не преподают в университетах как основной предмет? Как основной предмет, да, очень жаль. Но, наверное, мы же все-таки продолжаем развиваться, продолжаем двигаться, и психология уже занимает такое большое, основательное место в умах наших, в наших душах и понимании того, что мы должны это знать. Вот, надеюсь, будут преподавать для родителей. Я надеюсь, что сегодня мы тоже смогли, в частности, вы донести, да, до родителей полезную информацию, и чтобы она была не просто как в поле информации, а уже какие-то знания, и они смогли их применять в жизни, да. И я вам желаю, так как у нас, к сожалению, эфир не очень может быть долгим, сейчас у вас еще будет возможность обратиться к нашим телезрителям. Я вам желаю, конечно, прям нести это в массы, пропагандировать это. Действительно, с родителями надо очень много работать, потому что тревожных родителей очень много. и кто как не специалисты могут здесь помочь. И самое главное, чтобы родитель нашел тот инструмент, да, или того человека, который поможет с этим справиться. Да. Потому что, наверное, лучше, чем вообще никак, лучше хоть что-то делать. И есть, когда вообще родители совершенно ничего не делают. То здесь вы, я думаю, поможете найти такую золотую середину во всем и направить тех, кто не справляется, да? Да, спасибо. На самом деле, сегодняшний родитель интересуется, приходит. Мы работаем со школами, мы работаем с колледжами, мы работаем с организациями. Вот на сегодняшний день я делала статистику самой запрашиваемой тематики от организации. Я сейчас не говорю о школах, потому что летний период у нас в школы не работали. Чаще у нас запрашивают обучающий формат и запрашивают профилактику выгорания. Вот на сегодняшний день, если брать организации, а это тоже родители, и это тоже психическое здоровье, когда я работаю на производстве, в какой-то организации. Я очень верю. Я вот сейчас говорю, я понимаю, что нас узнают. Мы уже два года работает наш филиал Кустанайский. Нас узнают, Сен-Мин Булашак знают. Вот у нас есть своя марка. И я все равно напоминаю, мне очень приятно, что вы пригласили, что сегодня есть возможность еще раз напомнить. Начинается учебный год. К сожалению, даже работая два года уже в нашем регионе, мы не все районы охватили. И вот моя на сегодняшний день такая задача. Мне хочется поехать в районы, где мы не были, чтобы сделать что-то вот там для родителей, чтобы они знали о нас и могли к нам обращаться. Ну, я вам желаю удачи. Самое главное, когда есть цель, уж к ней уже прийти будет гораздо проще и быстрее. Я вам этого желаю. Спасибо, что сегодня вы поделились такими сокровенными знаниями, опытом. Дорогие наши телезрители, мы гостю говорим до свидания. С вами не прощаемся, а идем делать зарядку.